Ричард Харрисон в фильме Гора Света С участием у Чарли Джили Вильберта Брэдли Даниэля Варбес Автор сценария Фульдио Джитто Фильм снят по мотивам рассказа Мелио Сальгарри Гора Света Фильм снят по мотивам Фильм снят по мотивам Фильм снят по мотивам Главный оператор Анжела Нотти Композитор Франческо де Масси Режиссер Умберто Лэнси Авторы благодарны гостям Малайзия За помощь при проведении съемок Фильм снят по мотивам Подождите минуту, я ничего не понял За эти две шестерки хочу 10 тысяч рупий Ваш ход Вам помогает сам дьявол Желаете сыграть еще? Все, сыграю, я хочу отыграться Это так необходимо? Я никогда не трогаю одну колоду дважды Мне не хотелось бы играть новыми картами Они очень неприятны Ты это сделал не специально, верно? Ты знаешь, что сейчас рискуешь своей жизнью, да? Так же, как и вы? Что-то новенькое Из-за танцовщицы? Как сказать? Из-за принципа Мы продолжим? Мы продолжим? Именно я сейчас и собирался предложить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте на этом закончим Я хочу пойти спать Плохая игра получилась Была захватывающая Боюсь, что тебе не везет, Аллан Я думаю, что мы учу вас покеру И буду очищать вас Вот счет, господин Если хотите, проверьте его Нет, все нормально Я вам верю Выводите его до постели А завтраком выполните мой приказ Слушаюсь, Ваше Величество О, Сузан, не кричите Я из Алабама Я из Алабама Я из Банжо Я из Банжо Я из Банжо О, Сузан Не кричите Субтитры сделал DimaTorzok Господин Господин Кто это? Идите к черту Дайте мне поспать Что ты делаешь? Я прошу вас простить, господин Но это очень срочное дело Его Высочество желает, чтобы вы оплатили карточный долг Сейчас? Карточный долг? Ты что, шутишь? Это желание Его Высочества Его нельзя не обсуждать, не отложить Даже поспать нельзя Вот там мой пинжак Возьми, сколько тебе нужно и дай поспать Опять ты? Что тебе еще нужно? Я же тебе сказал взять деньги Да, господин, но там только 130 рупий Хорошо, и что? Согласно расчетам, я очень изменяюсь Вы должны приблизительно Около миллиона рупий Или точнее 250 тысяч долларов Что? Один миллион рупий? Скажи, ты что, шутишь? Нет, не шучу, господин Вы можете проверить расписку, которую вы подписали Нет, передайте своему хозяину, что это все деньги, которые у меня есть Если их достаточно, то прекрасно А нет, я ничего не могу поделать Его Высочество предвидело такой ответ Господин Что означает этот мускарет? Последний подарок Его Высочества Ты же имеешь в виду что? У него неплатежеспособного джентльмена Есть только один способ сохранить свою честь Но нет, у меня нет ни малейшего желания спасать свою честь Его Высочество тоже предвидело такой ответ Он потребовал от меня не допускать, чтобы вы погубили свою репутацию Убийство? Нет, господин, сожалею Это неприятная обязанность А где Раджа сейчас? Я хочу с ним поговорить В этот час Его Величество обычно в саду Ничего другого Его Величества вам сказать не сможет Черт побери Раджа! Раджа! Не ори так громко, Аллан Распугаешь моих маленьких пернатых друзей Не орать? Меня заманили в ловушку И потом банда убийц угрожала бессмертию Я имею право требовать оплату твоего друга? Да или нет? Да, я думаю, что вы мой друг Но я и есть твой друг, Аллан Прости меня? А если бы ты выиграл, разве ты не попросил вернуть долг? Конечно, без сомнения Так почему бы не сделать это и мне? Но не могли бы вы быть удовлетворены этими 130 рупиями? В твоем месте я бы не стал шутить, Аллан Если ты хочешь, чтобы я простил тебе долг, то дай мне взамен, как минимум, гору света Гору света? А что это такое? Только не говори мне, что ты не знаешь, что такое гора света Никогда не слышал Ну, Аллан, я прекрасно знаю, что ты сбежал из штата, потому что тебя там разыскивают за ограбление Центрального банка Нью-Йорка Вам также, наверное, известно, что я здесь ни при чем Вы бы не стали пускать вора во дворец? Готов ты оплатить мне долг? У меня есть право на 24 часа? Конечно Вам должно быть стыдно Своей жадностью вы погубили нашу дружбу Я телеграфирую своего банкиру калькурте и переведу эти грязные деньги на ваш счет Очень хорошо, я рассчитываю на твою пунктуальность Мы рассчитываем 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 на твою пунктуальность Сейчас thanks, my mind, my mind, my mind, my mind... Пок Спасибо,换 Спасибо, tack Офг polish А, это ты Маленький? Непиджей Слезай, если не хочешь, чтобы тебя отшлёпали Мир? Мир, иди сюда Одну рупию, господин, нет Одну рупию Я сказал тебе нет Дайте Я не дам тебе рупию Ты не поверишь, что я разорён Ты говоришь неправду, белые господа, очень богаты К сожалению, не все из них А что это за населённый пункт? Это секси Ты здесь живёшь, нет? Я ничёй ребёнок Я лучший знахар Ты? Да, я Это очень святой человек, он молится Он напрямую общается с богами Иногда он уединяется Зачем вы нарушили мои размышления? Это господин, мастер Он белый человек, лжец, неверующий и нечестивец Прости меня, что я приказываю общаться с богами Что? Вы не верите? Твоя речь о глотаре хороша для индийцев Но не для меня Вы заставляете меня напрячься Смотри Я не верю Давай, мой маленький друг, иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы убедились, господин? Ну, это трюк. Я вам покажу более сложное. Смотрите. Я буду протыкать свою шею этим гвоздем, пока он не выйдет с другой стороны. Это очень сложно. Одно неловкое движение, можно умереть. Я мог бы это сделать, если вы дали мне тысячу рублей. Я, наверное, тебя рассмешу, но у меня нет денег. А что тогда делает белый человек без денег в Индии? Ну, самое, что и ты. Пробуй заработать. Если у человека есть винтовка, то он уже не беден. Винтовка — это последнее, что я могу продать. В таком случае я могу хорошо заплатить. А для чего тебе нужна винтовка? Например, дорожка часто подстерегает опасность. И сколько ты можешь заплатить за нее? Господин, знаете, вы голодный, и я тоже. Идемте со мной, поделись обедом, мы сможем это обсудить получше. Это отличное оружие. Я никогда ничего подобного не видел в Индии. А какова его скорострельность? Шесть патронов в магазине и один в стволе. Я хочу ее, господин. За сколько вы ее мне продадите? Десять тысяч рублей. Слишком дорого для бедного фокера. Очень плохо. Пять тысяч рублей, господин. Столько пойдет? О, нет. А, вы хитрые. Я дам вам десять тысяч рублей. Откуда у тебя такие деньги? А я разве спрашиваю, почему у вас их так мало? Отличный ответ. Но это не шутка, а, Ситама? Как вы можете подозревать божьего человека, господин? Да. Да. Постой, божий человек. Отлично придумал, Ситама. Так ты еще и рыбак? Я надеялся, что вы не так чутко спите. Это из-за клопов. Они очень голодные. Эти мелкие твари могут быть очень злобными. Как насчет того, чтобы поставить винтовку против твоих десяти тысяч рублей? Моя религия запрещает играть? Очень плохо. Ты мог бы выиграть винтовку, не заплатив даже десяти центов. Я мог бы сделать исключение. Это подходящая причина. Чтобы сыграть. Ты умеешь играть в покер? Немного. Хорошо, тогда сыграем. Мое ружье против твоих десяти тысяч рублей. Моя ружье против твоих. Не надо карты, господин. Ассор откроется? Позже. Одну. Мне повезло, господин. Четыре туза. Это была хорошая игра, господин. Отдай мою винтовку. Но я ее выиграл, господин. Моими картами. Я уверяю, господин, это была честная игра. Такая честная, что я собираюсь выстрелить твои ноги. Дышу я. А пытался заставить меня думать, что хороший игрок. А, господин, вы талантовы. Но только вам не сравнится со мной. Я ценю вашу технику. Действительно отлично для белого человека. До свидания, господин. Мне было приятно с вами познакомиться. Что тебе надо? Господин, мы должны оплатить счет за вас и за факера. Мы должны за обоих 13,5 рупий. Ты хорошо бегаешь. Зачем, господин? Затем? Что если ты хочешь получить плату, тебе надо догнать факера. У меня нет рупий. Вы поели, сидели здесь, и за это надо заплатить 13,5 рупий. Убери от меня свои руки. Вы должны оплатить счет. Хватайте, бандита. Семена, бандита. Вы должны обоих 13,5 рупий. Они не успея. А, господин, бандита. Убери от меня уже Father. Они не успея. Они успея. Они успеют, как на виду, которые приходят. - А, господин. Мой воды. И, конечно, поя-годин. Субтитры делал DimaTorzok Господин, сюда! Куда вы идете, господин? Мне надо пересечь границу попасть к Алькуту, а тебе? Я иду в Кипне, на торжества Какие дни там есть чем заняться? Они вас ищут, господин? Все может быть Вы опасный попутчик, господин И что вы натворили? Разошелся во мнениях Сараджой А что такое гора света? Гора света? Да Ты чего-нибудь о не знаешь? Я знаю человека в Калькуте, готового отдать 4 миллиона рупий за алмаз гора света Это же 1 миллион долларов Этот алмаз 200 карат, он больше, чем грецкий орех? Из-за этого алмаза пролилось больше крови, чем при симпайском восстании Я начинаю понимать И кому он принадлежит? Всем и никому Он находится на лбу Бога Хармараджа В буддийском храме в Кипне И никто ничего Господин, за ним следят и день и ночь солдаты Индийцам никогда не дотронуться до него Это святой камень Говорят, что он приводит к беде того, кто его возьмет И ты веришь в это? Господин, извините, но 4 миллиона Это хороший амулет от всех несчастья Я собираюсь спать и в Кипне Хочу посмотреть на гору света Господин, белый человек не может войти в буддийский храм Ты можешь превратить меня в паломника? Это очень сложно Но нельзя обмануть, господин, самого несравненного Бога Желаю красть гору света Ты что, слышал об ограблении банка в Нью-Йорке? Так вот, это сделал я Идем в Кипне, Хакир Я иду с вами Смотрите, господин, а вот и буддийский храм Смотрите, господин, а вот и буддийский храм Смотрите, господин, 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 господин. Продолжение следует... 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 Отодвинься, твой запах мешает мне сконцентрироваться... Это купол? Это купол? Продолжение следует... Что за жизнь? Продолжение следует... Ты еще и заклинатель крыс? Нет, господин. Просто крысы не любят музыку. Видите, как они сбежали? И ты называешь это музыкой, грязный хакер? Я не крысу, и тоже хотелось сбежать. Давайте быстрее, господин. Помоги мне, давай. Помоги мне. Что ты делаешь, идиот? Ступид, идиот! Спасибо. Спускай. Не волнуйтесь, господи. Я сейчас тоже полезу. Спас. 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 Сюда. Дай мне зубило. Спас. 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 а смотри дайте я посмотрю господин вы великий человек дай мне веревку шкив да ты останешься здесь до ночи скрыг себе вставишь веревку в шкив и между двух концов сделаешь пятню размером с мою ногу. Затем с помощью рычага будешь поднимать плиту, пока она не взвинется. А сейчас лучше внимательно, когда услышишь гонку о прибытии великого бракмина к рам, поверни лампу вот так. В этот момент никто тебя здесь не увидит. После этого будешь спускать веревку, и когда почувствуешь, что я дернул тинею вверх, господин, они видят этот свет в последний раз, если тут гора света, вообще настоящая, послушай, чтобы поднять меня на эти 30 метров, тебе понадобится 10 секунд, если ты опоздаешь хотя бы на секунду, то будет очень плохо. Обещаю, господин, вы будете чувствовать себя как на руках ангелов, поднимающих вас в небо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Он нет, он упрямый, скорее умрет, чем нарушит свой обет. Он лучше отдаст свою жизнь. Говори, давай, говори. Я скажу, что вы хотите знать, великий Раджа. Он не может ответить. Уважайте его веру. Я верю, что он чисто отпустил его, Салбек. Господин, я не могу больше бежать. Беги, отдохнем попозже. Помогите, помогите, господин. Где ты? Я здесь, господин. Как ты вновь попал? Вытащите меня отсюда. Чего вы ждете, господин? Солдаты могут идти по нашему следу. Помогите мне, господин. Солдаты могут идти по нашему следу. Все, что вы ждете, господин. Вернись, господин. Высемите меня отсюда. Для меня нет. Вери,えて. Вернись, господин. Вернись, господин. Вернись, господин. - Вы можете помочь мне, господин? Разве ты не факет? Вот это, скажи мне свое умение. Используй свою веревку. Не отказывайте мне, господин. Не волнуйся, ты же не такой вкусный, а то тигр может вернуться. А теперь до свидания, Ситамо, и спасибо тебе за помощь. Ага, рассвета, не волнуйся, я отнесу его в Калькуту. Ты сможешь увидеть меня там, я буду неделю. И мы поделим 4 миллиона рупий. Господин. Не сиди долго здесь, увидимся в Калькуте, в даче. Господин. 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 Продолжение следует... 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 продолжился виться королем Индии, который хочет подарить его королеве Виктории. В любом случае, это будет королевская преемственность. И беда светом нашла вечный покой на королевской королеве. И сейчас он украшает голову королеву. Фильм переведен и озвучен Юасиком.